Встреча с СОУД Так, товарищи, сегодня у нас в студии председатель группы профсоюза работников общественного транспорта, троллейбушников, Евгений Николаевич Шихин И вот по поводу СОУД Вот Евгений Николаевич Известно, что рабочие живут намного меньше, чем представители интеллигенции И это вызвано особенностями их труда, и сложностями их труда, опасностями их труда Вот какие у нас такие опасности у рабочих? Я имею в виду у водителей троллейбусов и у кондукторов Ну, это повышенный травматизм, микроклимат, вибрация, график работы Из-за которого случаются заболевания, которые сокращают жизнь работников общественного транспорта В принципе, основные такие А вот график работы, давайте по пункту немножечко поподробнее пройдемся Вот график работы, это от чего, так сказать? В чем проблема-то с графиком? График у нас начинается в 4.40 На работе уже надо быть Да, уже на работе, то есть встаем пол третьего утра Конечно, для организма это очень большая нагрузка, стресс Вторая смена заканчивает в 2.40 Заезд последний, то есть пока развозка Домой приезжаешь около 3 То есть где-то в 4 часу только ложишься спать То есть вы то в пол третьего утра встаете, то в 3 ложитесь То в 3 ложишься И, наверное, спиться, наверное, не очень из-за этого Конечно, конечно А сон это главное, в том числе вот иммунитет Вот наш, да, вот сейчас ковид Главное повышатель иммунитета Это крепкий здоровый сон, как известно Обязательно Высыпаться не получается Тут инсульты, инфаркты и так далее Так далее Биологическое воздействие на кондукторов На водителей, наверное, не так, да? Биологическое, конечно Это взаимодействие с людьми Это особенно во время всяких эпидемий Вирусных заболеваний То есть кондуктора очень подвержены вот таким вот воздействием То есть они там в савоне всего на себя заразу собирают Да, да, вы представляете Полный салон И кондуктор должен всех пройти, обелечить То есть вот просто в притирку между них получается Должен пройти И вот все на себя собирает Но мало того, что он на себя собирает Он же потом идет домой к своей семье То есть вот биологический фактор, да, присутствует А кондуктор, наверное, упасть может, если троллейбус и тормозил Бывают такие случаи? Да, да, конечно Попадение У нас в основном кондукторский состав Люди пожилого возраста И, конечно, еще плюс у кондуктора Даже по должностной инструкции нет рабочего места То есть у него рабочее место полностью салон Он сидит, наверное, процентов 20 в свое рабочее время Остальное время он должен все время проходить Проверять билеты, обелечивать Если, не дай бог, зайдет контроль и человек не обелечен То кондуктор попадает на депримирование Поэтому постоянный кондуктор практически на ногах у нас Особенно в час пик Плюс еще повышенный травматизм Это агрессивные пассажиры Очень от этого страдают наши кондуктора То есть хамов много По нескольку человек молодых, здоровых, как правило, потрудливают То кондукторы, они вот перед лицом криминальных элементов Совершенно беззащитные И страдают от криминальных элементов в том числе То есть, а вот, скажем, электромагнитное излучение Которое, кстати, убрали из замеров В нынешнем СОУД Убрали, да? Да, даже нет в приказе Минтранспорта его По которому обязательны замеры классификаторов вредности То есть, его можно замерять по предложениям работников Вот, наверное, чтобы такие предложения обязательно были Ведь в советские времена оно замерялось Замерялось Сейчас скажут, что более современные троллейбусы Но конструкторы, они ведь стараются убрать электромагнитное излучение В первую очередь из кабины водителя, да? А в сагоне, там, где пассажиры, там, ну, считается, что за 20 минут он нахвататься не успеет А сейчас-то в сагоне живет житель свой постоянный Да, это наш кондуктор, да То есть, да, облучение очень серьезное Потому что электродвигатели находятся под днищем Это у нас компрессор Наверху бортовой преобразователь напряжения То есть, все сфокусировано вот в средней задней части троллейбуса Основное магнитное поле А чем опасны электромагнитные излучения? Это приводит к заболеваниям То есть, инсульт Бессонница То есть, вот А на канцерогены это на раковые? На раковые, да На дорогие дают тоже Да, 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 да Это вот вызывают также раковые заболевания Вот Что приводит, естественно, к повышенной смертности, да, вот Ну, а у водителя У него там свои нюансы У него напряженность труда, да? Да Это же особенно в центре города сейчас по пробкам Учитывая интеллект некоторых водителей Их отношения к окружающим Это, наверное, тоже То есть, а практически получается Что по результатам сроуд Вредность почти убрали, да? Да, да, да То есть, нет сейчас В отличие еще от ситуации, скажем, 2014 года Нет у водителей Ни дополнительных дней к отпуску Ни до прад соответствующих Нет, есть у водителя Смотрите, оставили 14 дней Старым водителем Вот За вредность к выпуску И кто пришел с 15-го года Устроился на предприятие У них 7 дней оставили А что это так молодежь не любят? А вот Считается, что более молодой Восприимчив Не восприимчив Молодой организм Не восприимчив К электромагнитному излучению Наверное, так наше руководство считает Организма больше Да, да, да Здоровья много Пока кончится И магнитное поле отражается От молодого водителя Ну и У кондукторов Вообще убрали вредность То есть У них Вот эти дополнительные дни Сократили А вот Евгений Николаевич Я вас слышал, что Были требования от кондукторов Чтобы им заплатили За работу в условиях Пандемии ковида Да, да И они победили здесь Да То есть Наш профсоюз Помог кондукторам Составить письмо Были организованы Сборы подписей В нескольких парках И на конечных станциях И перенаправлены Перенаправлены Генеральному директору Вот У нас новый Генеральный директор Он рассмотрел Эти Наши Запросы Да И отреагировал На них Изданием приказа С выплатой С выплатой Единовременной Компенсации За За три месяца То есть Да Вот Благодаря коллективным действиям Работников Удалось Получить компенсацию За свой труд В эти тяжелые Месяцы Да Хорошо Но вот Эти же Некоторые Кондуктора Почему-то Отказались От этого Своего Письма Да Тут В первом Троллейбусном Парке Начались Репрессии Против Кондукторов А в чем Они выражались Вызывали По одному В кабинет Руководства И заставляли Писать Объяснения Что Их заставили Ввели В заблуждение Что Подписи Поддельные Вот Взяли На заметку Всех Кто Вот Это Подписал Сказали Что Не будут Давать Халтурить Вот И Две смены Не будут Давать Вот Это Напугали Очень серьезно Странная Очень Репрессия Какая-то Потому что Это Вообще Репрессия Как-то Понимаю По-другому Пока Что Вот Этот Отказ От подписей Он Показывает Насколько Срабы Работники И Насколько Невнушаем Начальством Если Начальство Что-то Просит Ну Как-то Ну Надо Это Уже Репрессия Само По Себе А Вот По Поводу Отказа Сверхурочных Это Вот Подробнее Здесь Можно То есть Кондукторам Работать Работать Они 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 Больше Хотят Работать Да Просто У нас Кондукторов Небольшая Зарплата 27 тысяч И Плюс Премия Ну Как И У водителей Оклад И Плюс Премиальная Часть Вот Планы Довольно Таки Высокие Да И В принципе От Кондукторов Независящие То есть У кондукторов Допустим Там 300 Транзакций За смену Там 100 Билетов Как Это Зависит От Кондуктора Он Он Должен проверить Абилетить Всех Пассажиров Вот Это Он Может Гарантировать А Как Он Может Гарантировать 300 Транзакций Если Водитель Едет Там Да Там И Как Ну Нет Пассажиров Да Ну Ничем Ничего Тут Не Сделай Из-за Этого Премия Небольшая Соответственно Заработки Уменьшаются И Предиходится Кондукторам Выходить На Сверхурочные Многие Работают В Две Смены Сверхурочные Должны Обращаться В двойном Размене Да Они Обращаются В двойном Нет Нет Там Хитрая Система Оплаты Идет Потому что По законодательству Во-первых Запрещена Работа Две Смены Во-вторых Больше 12 часов Работник Не может Работать Поэтому Оплачивается Только 12 часов А 4 часа Или 3 часа Куда-то Теряется Чудеса Чудеса Нельзя Работать Получается Это самое То Что нельзя Работать Две Смены Это Трансформируется В то Что нельзя Оплачивать Две Смены Работать То Можно А вот Оплачивать Нельзя Только Столько И то Еще Не в Двойном Размене Водинарном Конечно Ну Это Вообще Так Грубое Нарушение Это Так Сказать Нет Это Смотрите Это Во время Пандемии Сейчас Было А так Вообще Как бы Оплачивается Сверхурочные Как Вдвойне Но Вдвойне Оплачивается 12 часов То есть 4 часа Все равно Не оплачивается А зачем 4 часа Еще Работать Кончились 12 часов Пошел Да Деньги Взял Билеты Взял И пошел Домой Ну Это Это Сэм Вообще Хорошо Устроилась Руководство Говорили Прократно А я Не понял А почему В период Пандемии Нельзя В твоем Размени Было Откачивать Тяжелые Времена Тяжелые Времена Тяжелые Нравы Как Говорит Коляска Безна Да Вот Это Сложный Вопрос Не Было Сверхурочных Ни Для Водителей Ни Для Кондукторов Ну Вот Водители Ну Надо Чтобы Выходили Люди Работать То есть Свой Выходной Да Но Почему Они Оплачивать Это Не могли Понятно Да Денег Там Себя Не хватит Если Оплачивать Себя Скажите А вообще Главия Это Что Получается Смена Это Сколько 8 часов Две Смена 16 часов Это Как Старый Добре Англии Времен Написание А Марсом Капитара Кондукторы Работают Плюс Еще Добраться Как они Они живут Долго От этого Нет Нет Много Некрологов У нас Вывешивается Периодически Так что А водители Как Водители Тоже От Сверху Рощи Молодые Молодые Нет После 45 50 Ну Хватит Да Потому Что Постоянно Под этим Излучением Находиться До Выходных Тяжело А Вот Как Будем Действовать Что Делать Что Думаю Делать Товарищ Кондуктора И Водителя И Что Нам Надо Делать Как Коммунистам Чтобы Для них Все Таки Дошло Что Чтобы Люди Начали За Жизнь Бороться Не За Это Не За Что Там А Непосредственно За Саму Жизнь Надо Бороться Получается А Иначе Все Деньги С тебя Соберут И Ничего Тебе Не Оставят А Ты Помирай Хочешь Помирай Хочешь Не Помирай Хочешь Живи Непосредственно Организовываться Сплачиваться Так Сказать Возле Профсоюза У нас В организации Есть Независимый Профсоюз Вот И Как То Отстаивать Свои Права Объяснять Водителям Кондукторам Что Работа Сверхурочна Это Прежде Всего Наносит Вред Ихнему Здоровью Потом Больше Придется Платить Восстанавливая Тем более Когда у нас Практически Медицина Уже Становится Платной Ну Вот Какое Оружие Есть У работников Во-первых Это Оружие Знания Да Значит Знания Вот Сейчас Как раз Начата Запись Красный Университет Фонда Рабочей Академии Вот Во-первых Меньше Времени Останется На всякие Переработки Дурацкие Если Учиться Начать И Во-вторых Человек Закончивший Красный Университет Разобравшийся Что к чему Он конечно Уже Находится На другом Уровне Его Уже Так Просто Здесь Не Раскурупаешь Вот Очень Надо Посоветовать Товарищем Водителям Товарищем Кондукторам Товарищем Сресарям Всем Работникам Горэлектротранса И не только Горэлектротранса Записываться В Красный Университет Это первое Второе Организации Да Профсоюз У вас есть Есть Да Уже Профсоюз Работников Общественного Транспорта Либо Можно связаться Со мной Председателем Профгруппы Второго Троллейбусного Парка Либо С председателем Нашего Профсоюза Первичной Профсоюзной Организации Сергеенков Алексеев То есть Товарищ Сергеенков Он уже в масштабах Всего Ленинграда Да Нет Всего Предприятия Предприятия А Горэлектротранса А еще На каких предприятиях Есть Профсоюз Ну все Только Ну получается В масштабах Ленинграда Совпадает Да Так мы Как Первичная Организация Профсоюза Да Он Межрегиональный Мы Как бы Он был основан На Мозгар Транса Мозгар Пассажир Транса В Ленинграде Других Кроме вас Нет Кроме Как бы Пассажиров Транса Ленинградского Пока Нет Да Пока Нет Ну вот Так сказать Профсоюз И Третья Еще Есть Форма Организации Рабочего Транса Это Партия Вот Тот Кто Интересуется Общественными Процессами Кто Готов Более Глубоко Бороться За свои Интересы И Интересы Своих Товарищей Кто Чувствует Себя В силах Быть Авангардом В Авангарде Рабочего Касса Вот Мы Гошаем Рабочую Партию России Здесь Вот Научитесь И Получите Связи И так Далее Ну а Сейчас Надо Готовиться К коллективным Действием Наверное Соут этот Прошел Не очень Удачно Да Надо Думать Как Его Общаться С руководством Да Предъявим Как бы Наши Мотивированные Претензии Несогласия С Проведенной Оценкой Условий Труда Вот Ну и Будем Как бы Думать Как Поступать Дальше В соответствии С тем Что нам Ответит Руководство Скорее всего Через суд Будем Оспаривать Проведенную Оценку Условий Труда Суд 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 Ну вот Как Показывает Практика Когда Работники Принимают Грамотные Организованные Коллективные Действия Как правило Руководство Всегда Идет На встречу А суд Ну это Само собой Это Можно Суд Мы Не возражаем Против судебных Процедур Но работники Должны Почувствовать Свою силу Потому что Вот Кондуктора Написали Письмо Коллективное Им все Выдали Да Даже Одно Письмо Бумага Подписали И им все Выдали Ну да Сейчас Вот их вызывают По одному И кто-то Там подписывает Что вот У меня Прохие люди Заставили Они В фрампункте Зафиксировали Побои Которым Вы их Подвергали Нет Не догадались Вы там Пытали Зверски Они даже Не могли В фрампункте Зафиксировать На длинчаре Ну вот Так Товарищи Так что Надо В таком Направлении Работать Если жить Хотим А если жить Не хотим Можно и не Работать Лазливо